Пощечину. По Америке я учился в актёрской студии Ли Страсберга. И нам там, точно так же, как и в наших других театральных институтах, задавали этюды. Этюды, отрывки из разных пьес, которые мы должны были отрепетировать самостоятельно для начала с назначенным тебе партнёром. Вот я не помню, о какой пьесе идёт речь. Я уже забыл, был ли то «Стеклянный зверинец» или ещё что-то. Это была классика какая-то американская, Тенниси Уильямс или что-то в этом роде. И мне в партнёры попалась девочка из Канады. И мы с ней репетировали, я помню, у неё дома, а отрывок должен был заканчиваться поцелуем. Мы как-то зарепетировались, замечательно поцеловались, как-то продолжили сцену. Всё, после этого мы, по-моему, показали её в классе или не показали. Я сейчас не про это. Я про то, что в какой-то момент, так как мы были приятелями, я предложил ей пойти в какой-то танцевальный клуб. Хотя я на самом деле в клубах не танцую. С ещё некоторыми нашими знакомыми. И она, не восприняв это предложение как предложение о свидании, она сказала, что она пойти со мной не может. Потому что там надо будет танцевать, а она танцевать не готова. Это мне говорит девушка, с которой я только что поцеловался. То есть для неё танец гораздо более интимный, личный и очень важный аспект. И, в принципе, на Западе так оно и есть. Я могу даже условно предположить, что люди готовы, может быть, даже переспать друг с другом. Но танцевать – это почти что свадьба уже. Это уже отдельно. Итак, для многих танец является очень откровенным проявлением. Я тоже могу выпить, станцевать Камаринского, но никакой мысли, кроме той, что я не в себе, мы из этого с вами.